На связи специальный корреспондент Дождя Антон Жилнов, который наблюдал сегодня за Януковичем на месте событий в Ростове-на-Дону. Антон, скажи, пожалуйста, известно ли, куда отправился после пресс-конференции 4-й президент Украины, где он живет, что это старый друг такой, который, как сам Янукович сказал, предоставил ему убежище. Какие версии? Да, Маша, Дима, привет. Нет, к сожалению, неизвестно и, боюсь, мало кому известно, потому что сразу после пресс-конференции Янукович в сопровождении охраны уехал в неизвестном направлении. Никаких подходов, дополнительных эксклюзивных интервью с ним не было. Ну, во-первых, у пресс-конференции сегодняшней, проходившей в такой ситуации спецмероприятия, было три адреса. Это сначала агентство Интерфакс Юг, затем Донской технический университет и вот Экспо, где все и состоится. Причем представители российских некоторых госканалов знали, что все будет в пять часов на территории Вертал-Экспо. Это еще с утра, уже там записывали стендапы, как мы выяснили. Но разглашать эту информацию, где все-таки будет мероприятие, не рекомендовали из-за мер безопасности. Только в течение трех часов после того, как официальные российские госгенства написали, что все-таки это состоится в Вертал-Экспо, тогда уже можно было записывать свои стендапы и называть секретный адрес и конкретное место. Ну вот, то есть, мне кажется, этого описания уже достаточно для того, чтобы понять, в какой секретности все происходило. И в этом контексте не с кем из представителей Януковича было бы поговорить. Потому что ни пресс-секретаря, ни советника, ну, по крайней мере, публично сегодня не появилось. И заявлены они никак не были. Вел пресс-конференцию Михаил Гусман, что тоже был такой неформальный и в то же время официальный характер всего этого мероприятия. И, что еще бросилось в глаза, довольно было много и государственных агентств, федеральных каналов, и членов президентского пула, райского президентского пула, журналистского. И все это выглядело, как будто Янукович находится на такой исповеди у России, на исповеди перед Россией. Потому что вот этот характер, включая Михаила Гусмана, он как бы давал понять, что здесь главная, безусловно, российская страна и украинских. СМИ, кстати, было очень много. Я насчитал камер 5-6, а вопросы задали всего два журналиста. Это корреспондент телеканала «Украина» и корреспондент ресурса «Униан». Из западных журналистов вопрос свой задал корреспондент агентства «Рейтер». И я могу, может быть, ошибаться, но больше я не слышал, по крайней мере, странной речи не было. И ни BBC, ни CNN свои вопросы сегодня не задавали, опять же, вот в связи с этим упором на российскую сторону. Еще хочу сказать, что пресс-конференция, все это отметили уже, когда в кулуарах журналисты обсуждали. Вот характер, тон, эмоции, как выглядел Янукович, выглядело скорее эмоциональной, какой-то конкретной, когда бы Янукович предложил какую-то тактику, никаких тактических шагов, что он все-таки конкретно будет принимать. Четвертый президент Украины так и не раскрыл, зато эмоций было много. Вот в предыдущих ответах, которые Ульяна Малашенко цитировала и показывала в своем сюжете, было видно, что Янукович напирает именно сейчас на эмоции. Это и прощение перед своим народом в самом конце пресс-конференции, это и подчеркнуто уважительное отношение к российскому президенту, сугубо Владимир Владимирович, это и подробности каких-то перемещений сначала из Киева в Харьков, потом в Луганск, а уже затем в Ростов, пошла ли Москва до Ростуковича, что не сказал. Никто его легитимировал в России. На этот вопрос ответа вы тоже не получили. Некие абстрактные, доблестные офицеры. И с украинской ли стороны эти офицеры, и с российской нам не было сказано. И хочу еще отметить, что Михаил Гусан, как, наверное, ведущий, блестяще исполнил свою роль, потому что было видно, что какие-то вопросы Виктор Янукович хотел отвечать конкретно, и тогда вовремя передавалось слово другому журналисту, и поэтому происходил такой постоянный пинг-понг. И дискуссии между журналистом и спикером, как это часто бывает, кстати, и на пресс-конференциях российского президента, сегодня не сложилось. Все это было очень технично и коротко. Примерно час-девять общался глава, четвертый глава Украины с опцией сегодня в Ростове. Маша Дима. Спасибо, Антон. Антон Жилнов о том, как в Ростове-на-Дону принимали Виктора Януковича сегодня.